Привет всем любителям фокусов! Сегодня у нас очень простой фокус с картами без ловкости рук, и при этом его будет достаточно сложно разгадать вашему зрителю. Ну и также, прежде чем мы перейдем к демонстрации фокуса, хотелось бы напомнить вам то, что я выпустил свою вторую колоду карт под названием Orange Size. Это уже вторая версия колоды, она с ограниченным тиражом, всего 500 штук, и напечатаны они в Китае на премиальной бумаге Ashen Stock с маслянистым покрытием Smooth Finish. Эти карты идеально подойдут для фокусов, кардистри и игр, и приобрести их можно по ссылочке в описании в моем магазине карт на aeroshop.ru. Приобретая эту колоду, вы в первую очередь поддерживаете меня, также поддерживаете мой канал, мое творчество и выход следующих версий этой колоды. Опять же, ребят, всем огромнейшее спасибо за ваши заказы, мне нереально приятно, и это прям огромнейшая поддержка. Помимо этого, если вдруг вам нужна, например, карта с автографом из этой колоды, и просто пишите в примечание, я вложу, мне несложно распишусь, закину вам заказ, вообще как бы не проблема. Опять же, ссылка в описании, их уже намного меньше, чем было изначально, поэтому если вы все еще в раздумьях, поспешите. Ну и, конечно же, давайте посмотрим на демонстрацию фокуса, которую я подготовил сегодня. В сегодняшнем фокусе я попробую найти 4 туза в перемешанной колоде карт при помощи зрителя. То есть я просто немножечко вот так вот колоду в хаос введу, и попрошу зрителя также подснять вот таким вот образом сколько угодно раз, пока ему не надоест. Например, он подснимает вот так, вот так. Ну и, например, последний раз. Все, хватит. И теперь я попрошу его разделить колоду сначала напополам, как угодно. Это не должно быть прям карта в карту, ну плюс-минус. И, соответственно, теперь эти две стопки тоже разделить напополам. То есть чтобы у нас получилось 4 приблизительно равные стопки. Ну, примерно, да, подойдет. Давайте возьмем первую стопку и посмотрим верхнюю карту. Здесь у нас валет. Валет идет после десятки, соответственно, мы получаем число 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Отлично. Пусть пока это дело лежит здесь. Давайте посмотрим на следующую стопку. Здесь у нас 8. Ну, тут проще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. Давайте следующую. Десять. Окей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И давайте последнюю. Здесь у нас 9. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Соответственно, зритель сам подснимал. У нас получились случайные стопочки. Давайте верхнюю карту каждой стопки отложим вот таким вот образом. Это все соберем. Это нам не нужно. Уберем в сторонку. И, соответственно, вот у нас получается. Четыре случайные карты. Давайте посмотрим, что у нас за первая карта. Первая карта это туз червя. Неплохо нашли одного туза. Как бы прикольно. Ладно, я не буду затягивать этот фокус. Мы просто нашли все четыре туза. Вот такой фокус, он достаточно необычный. При этом само нахождение тузов выглядит невозможным для человека. Потому что он сам подснимает на четыре стопки. И все совпадает. Вы отсчитываете. Может и он, в принципе, отсчитать. И все равно находим тузов. Я не буду здесь затягивать. Давайте берем колоду карт. Не знаю, есть у вас такая или еще нет. Но берем колоду карт в руки. И давайте обучаться. Разумеется, для этого фокуса вам понадобится подготовить колоду. Причем подготовить ее нужно будет полностью. Если сейчас посмотреть бегло на колоду, особо-то и не понятно, что она в каком-то порядке. Если не смотреть прямо вот от начала и вот так вот по очереди. То есть, если вы просто посмотрите на колоду, вроде как перемешано. Где-то вот две красные карты соседние. Где-то вообще четыре черные карты и так далее. То есть, где-то через одну кажется, как будто колода перемешана. Если вы это и покажете, грубо говоря, вот так. То есть, у меня будет самая обычная колода карт. За это мгновение зритель не поймет, что с ней что-то не так. Но, опять же, еще можно использовать различные фальш-тасовки, фальш-подснятия. И при этом в этом фокусе зритель реально может сам подснимать колоду одиночными подснятиями. Потому что все будет идти по кругу. Просто сдвигаться на какое-то количество карт. Но это ни на что не влияет. Давайте поподробнее о порядке. Выглядит все это дело вот так. У нас прям конкретный порядок. Туз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, валет, дама, король. И обратите внимание, то что масти абсолютно не важны. То есть, они случайные. Именно так и нужно составлять, чтобы они максимально разношерстные были. А не прям одинаковые масти подряд. То есть, у меня пики, буби, пики, крести, черви, пики, крести, черви, пики и так далее. То есть, соответственно, вам также надо будет и дальше. Снова туз, два, три. И как видите, масти постоянно меняются. Четыре, пять. И так до конца. Соответственно, дальше снова туз, два, три и так далее, и так далее И снова туз, два, три, четыре, пять, шесть, семь В общем, у нас полная колода без джокеров И, соответственно, именно в таком порядке Опять же, когда вы начинаете показ фокуса Я постоянно ее показываю буквально на пару секунд То есть я говорю, у меня будет обычная колода карт И небольшой лайфхак, чтобы спрятать косяки Потому что бывает такое, что зритель может посмотреть в начало Или в конец колоды, а не по центру Просто раскройте очень плохо в начале То есть буквально съешьте часть карт, чтобы они не раскрылись То есть вот здесь была вот такая каша Далее середку нормально, и здесь снова, чтобы не особо раскрылись Теперь посмотрите, как сейчас эта колода выглядит Реально как будто она перемешана и в хаосе И, соответственно, это небольшой лайфхак Но вам, опять же, понадобятся фальш-тасовки При этом еще один небольшой лайфхак Вы можете срезать где-нибудь вот на шестерке или на семерке Убрать под низ, чтобы колода не начиналась с туза Это тоже такая как бы вещь, которая немножко скроет какой-то порядок То есть зритель может подумать, что у вас карты, да, по порядку Но его собьет, опять же, вот эта семерка в конце Или семерка в начале Тоже как бы имейте в виду То есть у вас по краям колоды будут невзрачные карты Опять же Даже если зритель, когда вы вот так покажете Увидит, что здесь что-то там идет по порядку Он может подумать, что так реально совпало То есть, ну, такое же может быть Да, вы перемешали колоду И там 2-3 карты, которые он увидел, шли по порядку По числам, но при этом разные по масте То есть эти моменты меньше парьтесь Просто попробуйте показать И вы поймете, что это работает Но опять же, никто не мешает сделать какие-то фальш-тасовки Фальш-подснятия Но я же сегодня объясняю, как фокус показывается для тех, у кого нет никакой ловкости рук Кто умеет, тот как бы и добавит сюда просто тасовку Что мы делаем? Мы вот так показали колоду Есть И теперь мы просим зрителя Подснять колоду Ладно, давайте дам вам еще одну максимально простую фальш-тасовку Которая выглядит прикольно Обманывает зрителей обычных Но при этом, по сути, никакой ловкости рук вам-то и не надо Давайте дам все-таки На всякий случай Потому что она не требует ловкости рук Вы сдвигаете несколько карт Клавите вот так Прям вот, ну, разбросано немножко, небрежно Сдвигаете еще Кладете точно так же, но левее Снова Вот так Вот так Вот так Вот так И вот так При этом порядок карт Когда мы сейчас все это подробняем Он вообще не поменялся Он остался полностью точно таким же То есть, вот наша семерка И вот она все идет по порядку После того, как вы сделали фальш-тасовку Вы просите зрителя Подснять колоду карт Вот такими одиночными подснятиями Сколько угодно раз Но именно одиночными То есть, он берет вот так И накрывает Нельзя брать там раз Там еще и так далее То есть, только одиночными Потому что, когда мы делаем одиночное подснятие Все остается точно так же Просто порядок колоды Сдвигается на количество карт Ну, на сколько мы подсняли То есть, если сейчас вот За тройкой у нас идет четверка Если мы подснимем Они также будут идти друг за другом Но уже ниже в колоде карты Соответственно, при одиночном подснятии Порядок полностью сохраняется Но сдвигается И как бы все Соответственно, вы просите зрителя Сделать вот таких подснятий Несколько раз Именно одиночных То есть, нельзя взять раз Потом еще Потом еще То есть, именно Вот взял И накрыл Вот так После этого Вы можете рискнуть Но я бы не советовал Лучше перестраховаться Вы можете сразу перейти к части Где вы разделяете На две Потом на четыре Вместе со зрителем Но в идеале Внизу у вас Должна быть шестерка Семерка Или восьмерка То есть, что-то Из середины Вот этого Ряда Из тринадцати карт То есть В данном случае У меня дама И это очень-очень плохо Фокус может Не получиться Из этого То есть У вас в идеале Должна быть шестерочка Там или семерочка И тогда все будет нормально Иначе вам просто Либо не хватит карт Либо тузы не выйдут На нужные позиции То есть Вот у вас Например шестерка Это хорошо Что делать Да Как вообще Это все проверить Вот вы берете колоду И давайте Допустим У нас вообще Туз будет Да Снизу Что очень плохо Вот зритель Подснял И так далее Вы берете колоду И вы ее берете Следующим образом Вы берете вот так И кладете Сами себе в руку Соответственно Я вижу Эту карту То есть Вот таким вот образом Я вижу то Что это туз И это не подходит Я говорю Сейчас Ты будешь Разделять колоду На несколько частей И таким образом Я исправил положение И вывел шестерку сюда То есть Что я сделал Смотрите еще раз Вот допустим У нас какая-нибудь Десятка Да Зритель подснял Мы забрали Я вижу то Что это десятка Я поворачиваю колоду На себя И говорю Сейчас Ты разделишь колоду На несколько частей И я начинаю Листать в поиске Шестерки Делю вот так И говорю Разделишь на несколько частей То есть Сопровождаю свой текст Действием И меняю стопки местами Чтобы шестерка Вышла Вот сюда Все Теперь уже все Спокойно Можно делать Кладем Просим Разделить Напополам Примерно И каждую стопку Также Напополам Вот и все И теперь идем Отсюда Смотрим И здесь у нас получается Туз 1 Валет 11 Дама 12 Король 13 То есть Как бы Как они идут Почислено Пятерка Отлично Мы смотрим Верхнюю карту Это 5 Вместе с ней считаем То есть Ее тоже кладем Раз Два Три Четыре Пять И вот наш первый туз Идет сюда Это Уводим обратно Берем следующую стопку Смотрим Что здесь Двойка То есть Здесь всего 2 карты Раз Два Но может быть такое То что у вас В верхней карте Окажется туз Что делать в таком случае Вот вы поворачиваете И видите туза Вы тогда просто Все эти карты Кладете вот сюда Он будет лицом вверх Это немножко Смажет эффект Но вы же все равно Найдете всех 4 тузов То есть зритель сам на этом тузе подснял А здесь по счету он вышел То есть вполне нормально Но здесь же у нас двойка Соответственно Раз Два И Здесь снова будет туз А вот эту стопку Вы не кладете вот сюда Вы накрываете вот эту То есть вы просто так Накрываете И благодаря этому Они в конце Еще будут сильнее Перемешаны Запутаны И так далее Берем следующую Туз Вот пожалуйста Как раз таки Как пример Вы поворачиваете Смотрите Ага туз Кладем сюда Вот в принципе и все Берем следующую Смотрим Здесь у нас двойка И отсчитываем Раз Два И кладем Вот сюда Точнее не сюда А накрываем Совсем забыл И теперь Как бы Что мы делаем У нас есть один туз Мы его выводим Вот сюда И из остальных стопок Берем Верхние карты А вот это все По разному Собираем И кладем сюда Чтобы по итогу У нас образовался Еще хаос В конце Когда мы покажем колоду И здесь теперь Просто раскрываем Все Четыре туза И как бы Эффект заканчивается Но понятное дело Вы можете показать Колоду карт Почему нет Никто вам не запретит То есть она будет Еще сильнее перемешана Чем в самом начале фокуса Потому что Некоторые карты Пойдут не так как надо То есть у нас будут Дани Там некоторые Идти по порядку Но теперь После короля Будет тройка И так далее И это будет выглядеть Еще более перемешанным Но я обычно Просто Говорю о том Что человек мешал Подснимал колоду Говорю в середине фокуса А в конце фокуса Я скорее обращаю внимание Говорю то что Ну и смотри Никаких лишних тузов Здесь нет Я надеюсь Видео вам понравилось Обучение было понятным Подробным Сверх сложного В этом фокусе Ничего нет Опять же Если понравилось Ставьте лайк Пишите мнение о фокусе В комментариях Ну а если вы здесь впервые Подписывайтесь на канал И так же переходите в телегу И тоже подписывайтесь Ссылка есть в описании Ну и разумеется Колоду Orange Size Можно приобрести По ссылочке в описании В моем магазине С вами как всегда Был Неро Янг Смотрите предыдущие видео Ждите новые И кайфуйте от того Чем вы занимаетесь И удивляйте этим других Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok